Закомара. В русской архитектуре полукруглое или келевидное завершение наружного участка стены, воспроизводящие своими очертаниями и прилегающие к ней внутренний цилиндрический свод. Ложная закомара называется кокошником. Кокошники имеют только декоративное значение, они располагаются на стенах, сводах, а также у оснований шатров и барабанов глав церковных зданий. История. В 12-17 веках закомары были типичной деталью древнерусских православных храмов. Во многих храмах применяется сочетание закомары-кокошников. Закомары были распространены в каменных зданиях, как правило культового предназначения Киевской Руси. Позже, начиная с Суздальского княжества и далее в Москве, закомары ставят традиционной деталью российского архитектурного стиля, как церковного, так и светского. Уже с 19-ю начала 20-го столетия закомары стали неотъемлемой деталью, которая широко использовалась по всей Российской империи. Позакомарное покрытие. Кровля при покрытии закомарным способом устраивалась прямо на сводах. В зависимости от количества сводов фасад церкви имел такое же количество закомар. В 17-му веку значительное число русских храмов имело позакомарное покрытие. Однако, сложная криволинейная кровля была не очень практична. На крыше скапливался снег и дождевая вода, что вызывало протички. В 17-18 веках при строительстве храмов все реже применяют камень, а вместе с ним уходят в прошлое закомары и позакомарное покрытие. На смену камня приходит кирпич, а с ним и бестолбный храм и с четвериком перекрытым крещатым сводом. Во многих храмах в 19-м веке позакомарное покрытие заменили на четырехскатную кровлю. В конце 20-го века началось возрождение позакомарного покрытия в связи с появлением строительной технологии создания позакомарных покрытий, устойчивых к воздействию дождя и снега. Так, Новый Успенский собор в Ярославле имеет позакомарное покрытие. Фотографии